Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень интенсивно освежить кожу лица. Домашний тоник отлично работает и увлажняет кожу, убирает мелкие морщины, подготавливает кожу к нанесению не только декоративной косметики, но и к нанесению домашнего крема. Это средство подходит для всех типов кожи. Наносить его нужно по кожным массажным линиям. Также оно подходит для нанесения на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями небольшое количество этого средства можно вбивать и в кожу вокруг глаз, по косточке от внешнего уголка глаз к внутренним. Для достижения наилучшего эффекта применяйте это средство в вечернем уходе. После того, как хорошо очистили кожу, брали декоративную косметику. Кстати, очищать кожу можно с помощью домашних скрабов или пилингов. Это также очень хорошо подготавливает кожу для нанесения сегодняшнего тоника. Сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Затем протрите кожу лица ватным диском по кожным массажным линиям этим средством. Дайте примерно 1 минуту на впитывание и затем нанесите ночной питательный или увлажняющий крем. Для достижения наилучшего эффекта применяйте это средство в вечернем уходе. После того, как хорошо очистили кожу, брали декоративную косметику. Кстати, очищать кожу можно с помощью домашних скрабов или пилингов. Это также очень хорошо подготавливает кожу для нанесения сегодняшнего тоника. Затем протрите кожу лица ватным диском по кожным массажным линиям этим средством. Дайте примерно 1 минуту на впитывание и затем нанесите ночной питательный или увлажняющий крем. Наносить средство нужно перед нанесением крема, после очищения или после того, как вы сделали питательную или увлажняющую маску. После применения этого средства обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшнего уникального средства нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите зеленый чай, заварите в крепком кипятке. На полстакана крутого кипятка понадобится 1 пакетик зеленого чая, либо 1 чайная ложка сухой заварки зеленого чая. Можно использовать любой зеленый чай с различными добавками. Это может быть зеленый чай с жасмином, либо с другими наполнителями. Остудите зеленый чай до комнатной температуры. Также вы можете заварить предварительно и листья мяты, либо листья мелисы. Для сегодняшнего уникального средства также подойдут и сухие листья ромашки и любых лекарственных трав. Если вы хотите слегка успокоить кожу и ваша кожа чувствительная, то используйте отвар мяты или мелисы. Если у вас комбинированный тип кожи, то лучше использовать зеленый чай. После того, как зеленый чай остыл, приступаем к дальнейшей процедуре приготовления сегодняшнего средства. Нам понадобится зубная паста. Зубная паста хорошо тонизирует кожу, хорошо убирает пигментные пятна, которые, возможно, у вас совсем недавно получились. Также очень хорошо обеззараживает кожу. Для сегодняшнего средства нам понадобится 1 капля зубной пасты. Зубную пасту вы можете использовать любую, ту, которой регулярно чистите зубы. Если у вас есть детская зубная паста, то предпочтение отдавайте именно детской пасте. Нужно взять 1 каплю зубной пасты и добавить 2 чайные ложки крутого отвара зеленого чая. Тщательно растворите зубную пасту в чае. Так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. Отличное сочетание этих двух компонентов сделает кожу упругой, эластичной. Хорошо будет стимулировать обменные процессы в эпидермисе кожи. Улучшится ригенерация клеток кожи. Растворите зубную пасту так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте все ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. После того, как зубная паста очень хорошо растворилась и не осталось никаких комочков и вкраплений, приступаем к дальнейшему процессу приготовления сегодняшней маски. Нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, которая очень интенсивно увлажняет кожу, предотвращает обезвоженность и делает кожу упругой, эластичной. Глицерин продается в аптеке, стоит недорого и идеально. Подходит для приготовления домашних средств, омоложения кожи. Нужно взять 10 капель глицерина. Также тщательно смешайте все компоненты. И не забывайте, что глицерин в чистом виде использовать нельзя. Добавляя его в домашние маски или домашние лосьоны, вы увеличиваете увлажняющее воздействие. Также тщательно смешайте все компоненты. Для того, чтобы сегодняшнее уникальное средство более интенсивно осветляло пигментные пятна, добавьте в сегодняшнее средство сок лимона. Сок лимона можно использовать уже готовый. Также хорошо подойдет и ацетилсалицил. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и витамин С в таблетках. Если вы используете витамин С в таблетках, то возьмите одну таблетку, растворите и разомните его водой комнатной температуры и добавляйте в сегодняшнее средство. Нам понадобится всего лишь 10 капель сока лимона. Кстати, вы можете использовать и свежий сок лимона. Возьмите также 10 капель. Сок лимона хорошо осветляет кожу, улучшает цвет лица, способствует более мягкому отшелушивающему эффекту. Хорошо тщательно смешайте все компоненты. Это средство можно использовать тремя способами. Первый и самый простой способ – это нужно взять ватный диск, смочить в этом растворе и протирать кожу лица по кожным массажным линиям после умывания, перед нанесением питательного или увлажняющего крема. Второй способ применения этого средства – вы можете перелить его в емкости с помпой, так чтобы применять его в качестве опрыскивания и увлажнения кожи. Перелейте этот состав. Закройте, слегка также смешайте и по мере необходимости опрыскивайте кожу для увлажняющего воздействия. Особый эффект вы получите, если нанести это средство в сухом помещении. Идеально подходит для увлажнения кожи в зимнее время, в зимнее время в неувлажненном помещении. И следующий способ применения этого средства – это способ замораживания. Залейте этот состав в емкости для замораживания кубиков льда и по мере необходимости для тонизирования кожи протирайте кубиками льда по кожным массажным линиям. Это также будет очень интенсивно увлажнять кожу. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.